Тем временем в Сирии по объектам группировки «Исламское государство» сегодня нанесли удары самолеты российских ВКС. Бомбардировщики дальней авиации поразили цели, которые ранее обнаружила разведка в пригородах Пальмиры и в провинции Хомс. В выполнении боевой задачи участвовали шесть экипажей Ту-22, которые преодолели перед этим тысячи километров. За отправкой и возвращением на базу наблюдал Александр Батухов. Для подготовки к боевому вылету тяжелого сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 авиатехникам дается не больше часа. Причем время суток никакой роли не играет. Все действия доведены до автоматизма. За 60 минут самолет нужно проверить, заправить и вооружить. На этот раз свободно падающими бомбами. Благодаря новейшей системе наведения, которая установлена на Ту-22, во-вторых, эти бомбы можно сбрасывать с большой высоты, более 5000 метров. И при любых метеоусловиях, при этом ни погода, ни расстояние никак не повлияют на результат, поскольку у этого вооружения точность попадания самая высокая. На боевое задание ушли шесть бомбардировщиков с полными боекомплектами и под завязку заправленными баками. Из-за такой нагрузки Ту-22 отрывались от земли в самом конце полосы. Их боевые цели далеко за пределами России, в Сирии. Удары нужно было нанести по пригороду Пальмиры, а также по некоторым районам в провинции Хомс, где, по данным разведки, в том числе и космической, обнаружили значительные силы боевиков ИГИЛ. Эта организация запрещена во многих странах мира, в том числе и в России. В 5 утра Ту-22 долетели до цели и нанесли удар. Расстояние от авиабазы до Сирии несколько тысяч километров. Этот путь туда и обратно, Ту-22 пролетели без дозаправки. Под утро бомбардировщики возвращаются на базу. Вон, один из них заходит на посадку. В воздухе они находились около пяти часов, из которых лишь несколько секунд потребовалось для нанесения ударов. Несмотря на то, что в Сирии действует режим перемирия, это касается только сил оппозиции. А борьба с террористами продолжается, в том числе и с участием российских ВКС. В результате этого бомбового удара были уничтожены два командных пункта боевиков, а также одна из их баз с техникой и боеприпасами. В воздухе бомбардировщики прикрывали истребители Су-35, вылетевшие с сирийской авиабазы «Хмеймим». При этом о времени нанесения удара, а также о координатах полета были заранее оповещены представители международной коалиции. Александр Бутухов, Сергей Золотавин, Тимофей Раевский, Первый канал.